Продолжение следует... На самом деле, главнокомандующим является Ларри Финг. Это кажется безобидным, не так ли? Хотя я люблю хорошую конспирологию, и я знаю, что на логотипе Fruit of the Loom был изображен рок изобилия, насколько это похоже на заговор на самом деле. Я хотел докопаться до истины, стоящей за BlackRock и другими почти идентичными управляющими активами, State Street и Vanguard, известными как The Big Three. Действительно ли они активно контролируют мир и формируют его в свою пользу? Или же они пассивные инвесторы, просто плывущие на волне американской экономической экспансии? Оставайтесь со мной. Скоро мы перейдем к жутким вещам. Но, во-первых, давайте поговорим о некоторых финансовых основах, которые придают BlackRock силу. Что на самом деле делает управляющие активами, основной продукт, который они предоставляют, индексные фонды, их любимая лазейка, пассивность и их положение в нашей экономике? Не вообще-то это звучит устрашающе, всеобщая собственность. BlackRock – это компания по управлению активами, и их услуги заключаются в том, что они берут деньги клиентов и зарабатывают на них. Их существование зависит от важного изобретения 70-х годов. Это стоит 119 долларов. Более интересный вариант – индексный фонд. Его основателем был первый генеральный директор Vanguard, и он предлагает инвесторам возможность вкладывать деньги сразу в несколько акций. Вместо того, чтобы делать большие ставки на несколько отдельных компаний, вы делаете небольшие ставки на каждую компанию, входящую в индекс. По сути, вы вкладываете деньги в сам рынок. Индекс, по крайней мере, движется в одном направлении. Это как если бы вы, вместо того, чтобы делать ставку на одну лошадь, делали ставки на всех лошадей сразу. Индексные фонды – это форма взаимных фондов, когда люди объединяют свои деньги для крупных инвестиций. Но кто-то должен объединить все эти деньги и управлять ими. И этим занимается компания по управлению активами, то есть BlackRock. Все вы наверняка слышали, что Facebook, Amazon и всякие крутые сервисы будут скоро поощрять своих пользователей деньгами. На самом деле, уже эта реальность появилась в блокчейне. Есть такое явление, как аирдропы. То есть вы, как ранние пользователи, можете делать транзакции, помогать блокчейнам разворачивать ноды и так далее, и так далее. И получать за это вознаграждение финансовое в виде токенов проекта. И, конечно, сейчас людям показалось все очень сложно, как делать транзакции, как поднимать ноды, надо иметь техническое образование. Для этого есть сервис Airdrop Hunter. Он помогает все эти вещи автоматизировать, а самое главное, он помогает мультиплицировать вас. Вас может быть не один, а 100 человек. И благодаря этому вы можете быстро и эффективно получать возможность зарабатывать токены проекта. Поэтому переходите по ссылке в описании и подключайтесь к Airdrop Hunter. Индексные фонды EAD – это их основные продукты, и они очень похожи. Они популярны, потому что имеют более низкий риск, более стабильную прибыль и дешевле для управляющих активами. Потому что им не нужно платить за то, чтобы целый день делать ставки. А исследования показывают, что они не очень хороши в этом. Просто игнорируйте краткосрочные спекуляции. Это игра для неудачников. Поэтому если сегодня рынок вырос на 7%, то и ваш индексный фонд вырос на 7%. Вместо того, чтобы постоянно покупать и продавать акции, что делают активные инвесторы, BlackRock и другие крупные компании по управлению активами. Покупают немного акций каждой компании и просто держат их в своем портфеле практически неограниченное время. Это называется пассивным инвестированием, и это дает им право на определенные действия, которые они не могут совершать в других случаях. Они владеют таким огромным состоянием, что им было бы невозможно распродать все свои акции одним махом. Если подумать о пассивном инвестировании, то мы не можем продать компанию, пока она находится в индексе. Большая часть активов, которыми управляют менеджеры, поступает от институциональных инвесторов. Это крупные пенсионные фонды, страховые компании, некоммерческие организации и фонды университетов. Но хотя все деньги, которыми они управляют, находятся в руках этих крупных организаций, на самом деле большая их часть поступает от обычных людей. Это деньги из государственных и частных пенсионных фондов, деньги владельцев 401-го пенсионного плана, плата за обучение в колледжах и деньги всех, кто имеет страховку. Это ваши деньги, но они не всегда возвращаются к вам, и вы не можете влиять на то, в какие компании они инвестируются. Хотя они и хотят получать хорошую прибыль от этих инвестиций, но в отличие от того, что мы думаем о таких инвесторах, как Волкс Уолл-стрит, это не является их главной целью. Они получают прибыль от комиссионных, которые они взимают со своих клиентов, а не от доходов, которые они получают от вложенных денег. Я побеседовала с Бенджамином Брауном, профессором политической экономии Лондонской школы экономики. Он написал множество исследований о роли управляющих активами в нашей экономике и обществе. Комиссионные, которые вы получаете, если вы работаете в BlackRock, увеличиваются, когда рыночная стоимость активов, которыми вы управляете, растет. Вы увеличиваете свои активы и прибыль, привлекая новых клиентов и получая от уже имеющихся клиентов больше денег. Когда у вас есть 10 триллионов долларов, вам нужно их куда-то вложить. И в конечном итоге это куда-то становится везде. Универсальное владение акциями означает владение акциями всех компаний, зарегистрированных на фондовой бирже. Три крупнейших управляющих активами – BlackRock, Vanguard, State Street – владеют значительной, но все же относительно небольшой долей акций всех зарегистрированных корпораций. BlackRock является держателем от 3 до 10% акций всех этих компаний. Это может показаться не таким уж большим количеством, но этого достаточно, чтобы, продав все акции сразу, обрушить весь рынок. Это своего рода гарантия того, что они не будут продавать свои акции. 5% акций любой отдельно взятой компании на самом деле очень значительны. Потому что если и когда произойдет распределение акций, то 5% сделают вас, скорее всего, самым крупным акционером этой компании. Вот почему, например, во многих научных исследованиях 5% считаются пороговым значением для контроля. С точки зрения бизнес-модели, между Vanguard, BlackRock, State Street и даже другими управляющими активами нет почти никакой разницы. Поэтому если три крупнейших фонда владеют 25% акций любой отдельно взятой компании, то вы определенно превысили порог. Для тех, кто подключился по поводу чата Хантеров, снизу есть ссылка. Вы можете пройти экскурсию в закрытый чат Хантеров. Юра проведет. Приходите. Welcome. Come on. Всех ждем. Да, а если вы хотите, например, посмотреть какие-нибудь вебинары, которые у нас проходят почти каждый день, тоже идите в Телеграм, в Закреп и забирайте вебинары, которые проходят каждый день на разные темы. Вы можете на все прям зарегистрироваться и приходить. Всех ждем. Давайте рассмотрим Amazon. Три крупнейших фонда владеют 16% всех акций Amazon, а Джеффу Безосу принадлежит всего 9%. Теоретически крупные фонды должны быть заинтересованы в максимизации прибыли в долгосрочной перспективе для всей экономики. Но на практике это не так. Количество акций, которыми вы владеете, определяет количество голосов, которые вы получаете. BlackRock почти всегда входит в тройку лидеров, может быть в пятерку, если они испытывают финансовые трудности. Так что это большое количество голосов. И давайте не будем забывать, что это не их деньги, вложены в акции. Это пенсионный фонд вашего отца и огромная сумма сбережений вашей страховой компании. Это звучит безумно, но когда вы вкладываете свои деньги в пенсионный фонд, вы передаете право голоса в этом фонде управляющему фондам. А затем, когда управляющий пенсионным фондом передает все пенсионные накопления в управление, они отдают все свои голоса в пользу управляющего. Это похоже на схему пирамиды. И как они на самом деле используют эти голоса? Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что управляющие почти всегда голосуют так, как рекомендует руководство компании. И почему они всегда голосуют так, как рекомендует руководство? В 80-х годах руководители компаний тратили деньги на корпоративные самолеты, роскошные офисы и иногда платили своим сотрудникам. Это огорчало инвесторов, потому что они хотели получать прибыль. Поэтому они стали предлагать руководителям компаний, помимо бонусов и льгот, опционы на акции. Теперь зарплата руководителей компаний была привязана к прибыли, которую получала компания. Они могут заставить менеджеров руководителей компании действовать в интересах акционеров, то есть в интересах прибыли компании, и делать все возможное для увеличения прибыли компании. Это позволяет инвесторам получать прибыль, которая теперь распределяется между руководством и сотрудниками. И не дает никакой надежды на то, что компании будут работать лучше или что сотрудники будут получать прибыль от своего труда. Раньше, как и в дни моих бабушек и дедушек, у обычных людей были акции, и предполагалось, что каждый акционер может голосовать по таким вопросам, как выборы в совет директоров. Слияние и поглощение, вознаграждение руководителей и время от времени заработная плата. Это было что-то вроде демократии для людей с высоким уровнем дохода. Государство – это дело народа, и каждый мужчина, женщина и ребенок становятся акционерами с первой уплаченной копейкой налога. В 1945 году 44% акций принадлежали частным лицам. Но сейчас все устроено иначе. Сегодня у частных лиц около 40% акций, и примерно половина из них принадлежит 10% самых богатых людей. Хорошо, спасибо вам всем. Большое спасибо. Сегодня на долю 1% самых богатых людей приходится 50% корпоративных акций и паев инвестиционных фондов, а на долю 10% самых богатых людей приходится 86%. Вы думали, что эта желтая часть диаграммы отражает положение остальных? Нет, это не так. Крошечная зеленая часть внизу диаграммы отражает положение наименее обеспеченной половины американцев. Вы часто слышите аргумент о том, что то, что выгодно акционерам, выгодно всем, потому что в США, где пенсионные активы в основном инвестируются в корпоративные акции, каждый является акционером. Но это просто неправда. 50% населения практически не владеют акциями. Подавляющее большинство акций принадлежит 10% самых богатых людей, а внутри этой группы еще более концентрированно распределены акции 1% самых богатых людей. И хотя стратегии, которые выбирают корпорации, потому что за них голосуют управляющие активами, влияют на всех, они приносят пользу только половине населения, а другой половине, у которой нет акций, они не приносят никакой пользы. Возьмем, к примеру, оплату труда. BlackRock и другие управляющие активами играют огромную роль в стагнации заработной платы. Если вы корпорация, вы можете увеличить прибыль только несколькими способами. И вы всегда можете в краткосрочной перспективе увеличить доходы акционеров за счет сокращения расходов на персонал. Поэтому такая сверхмонополизация действительно вредит работающим людям, потребителям и даже малому бизнесу. И вот здесь начинается самое интересное. Есть доказательства того, что такая всеобщая собственность отчасти является причиной того, что в наши дни все стоит так дорого. Например, у них есть значительные доли в компаниях Nike, Adidas, Lola LeMond и Under Armour. Если одна из них обгоняет другую, с точки зрения BlackRock это одно и то же. А иногда это может даже привести к потере денег инвесторов, если компании начнут снижать цены для конкуренции. Это универсальная логика владения, но в то же время и антиконкурентная. Тот факт, что у всех пяти авиакомпаний, у всех крупных банков, например в США, одни и те же крупные акционеры, создает опасность и риск того, что эти корпорации не будут конкурировать друг с другом так, как если бы у каждой из них были разные акционеры. Потому что в таком случае каждый акционер будет поддерживать свою компанию и помогать ей превзойти конкурентов, на которых он сделал ставку. Это своего рода нео-монополия, когда компаниям даже не нужно объединяться и покупать друг друга, потому что все они направляют прибыль одним и тем же людям, независимо от того, кто они. А их крупные доли в большинстве компаний позволяют им заводить друзей в высших кругах. С 2014 по 2015 год BlackRock провела более полутора тысяч закрытых встреч с компаниями, входящими в ее портфель. BlackRock, как сообщается, считает, что встречи за закрытыми дверями могут принести больше пользы, чем голосование против руководства. И обычно они дают руководству год на то, чтобы принять решение. У них также много друзей в правительстве. Существует своего рода круговорот кадров между BlackRock, правительством и международными организациями, которые занимаются разработкой денежно-кредитной политики. Это такие организации, как Министерство финансов США, Федеральная резервная система, Центральные банки Канады, некоторых европейских стран, Швеции, а также Международный валютный фонд и Всемирный экономический форум. С 2004 года BlackRock наняла по меньшей мере 84 бывших государственных служащих, регуляторов и руководителей центральных банков по всему миру. Взаимосвязь политики и бизнеса никогда еще не была такой тесной. Ларри Финг сам входит в Совет директоров ВЭФ и даже пытался стать министром финансов Хиллари Клинтон в 2016 году. А в 2008 году они заключили очень выгодную сделку. Трейдеры говорят, что это самый безумный день, который они когда-либо видели на этих рынках. Трейдеры-ветераны говорят, что никогда не видели ничего подобного. Впоследствии правительство создало Совет по надзору за финансовой стабильностью, чтобы контролировать такие организации, как BlackRock, которые управляют большими денежными средствами. Но не являются банками. Совет по надзору за финансовой стабильностью указал на BlackRock как на организацию, которая настолько велика, что ее крах может привести к очередному финансовому кризису. И попытался усилить контроль над ней. Но BlackRock удвоила свои расходы на политическое лоббирование, включая проведение целевой рекламной кампании в метро Вашингтона, и сумела избежать контроля, который распространяется на другие крупные финансовые учреждения. И давайте вернемся к той лазейке, которую они называют пассивностью. Те, кто решает, достаточно ли они пассивны, чтобы не подвергаться контролю со стороны правительства, это сама BlackRock. По сути, BlackRock и другие управляющие активами должны ежегодно предоставлять отчеты, подтверждающие, что они соблюдают условия пассивного инвестирования. Это все равно, что иметь право писать в налоговой декларации все, что угодно, а потом самому себя проверять. За исключением того, что у них есть 10 триллионов долларов, и если вы не Ларри Финк, то, скорее всего, вы не в курсе. То, что меня действительно поражает, это то, что, хотя эта компания уже вложила свои деньги практически во все, что только можно, и зарабатывает на этом, все гораздо сложнее. Крупнейшими инвесторами BlackRock являются Vanguard и State Street. А крупнейшими инвесторами Vanguard являются BlackRock и State Street. А крупнейшими инвесторами State Street, как вы уже догадались, являются BlackRock и Vanguard. Управляющие активами являются акционерами управляющих активами. И это относится не только к компаниям, акции которых котируются на фондовом рынке, но и к частным инвестиционным компаниям, которые покупают акции частных страховых компаний. Таким образом, финансовый сектор фактически владеет сам собой. Крупнейшие компании, которыми они владеют, владеют и ими, создавая замкнутый круг, который высасывает деньги и не возвращает их. Они играют на всех рынках, потому что в какой-то момент, играя против самих себя, они не могут проиграть. Поэтому вернемся к нашим первоначальным вопросам. Владеет ли BlackRock всем? Нет. Но контролируют ли они все? В некотором роде. Они получают прибыль от каждого аспекта вашей жизни, контролируя при этом лишь минимальный объем, необходимый для того, чтобы продолжать получать прибыль от каждого аспекта вашей жизни. И пенсионные фонды учителей платят им за это. И они продолжают это делать, постоянно обменивая деньги на власть и используя лазейки в законодательстве. Здесь стоит быть педантичным. Они не владеют всем. Они владеют акциями всего, что дает им возможность контролировать ситуацию. Поэтому, хотя они не обязательно принимают все решения в каждой компании, именно их влияние в этой гигантской структуре, где все принадлежит одному владельцу, продолжает увеличивать их прибыль и уменьшать нашу. Это конечная цель альянса инвесторов. Помните, что они обязаны отчитываться перед правительством о своей пассивности. Бюро по защите прав потребителей и Федеральная корпорация по страхованию вкладов работают над тем, чтобы изменить это и сделать так, чтобы управляющие активами, владеющие крупными пакетами акций таких банков, как BlackRock, регулировались так же, как банки. Управляющие активами, конечно, недовольные лоббируют против этого. Поэтому будет сложно регулировать их деятельность в дальнейшем. И это решение одной из многих проблем, с которыми мы сталкиваемся. У нас больше нет старой системы акционерной демократии. У нас есть нечто вроде акционерной олигархии, где люди, обладающие наибольшей властью над тем, куда уходят наши деньги и ресурсы, заинтересованы в том, чтобы сделать их еще более недоступными и дорогими, и чтобы они не работали на нас. Но BlackRock не создавал эту систему, он просто использовал ее в своих интересах. И я думаю, что мы заслуживаем лучшего, чтобы люди, которые создают богатство, имели право голоса в том, куда оно уходит. Спасибо, что смотрите наш урок, где мы обсуждаем, как управлять миром. Пришлите нам свой следующий любимый конспирологический сюжет. Продолжение следует...